Марк Сэмюэлс «Белые руки» Перевод Давыдовой Вы, должно быть, помните Альфреда Масвелла, в котором поклонники таинственных историй узнают автора многочисленных статей на тему привидений в литературе. Он умер в безвестности чуть больше года назад. Масвелл некоторое время преподавал в Оксфорде, но оставил университетскую обитель после научного скандала. Бывший студент, ныне журналист, так писал о нем в мемуарах, опубликованных в частном порядке. Масвелл пытался в одиночку изменить академические критерии совершенства в литературе. В преподавательской деятельности он стремился искоренить то, что называл тиранией материализма и реализма. В своих черных одеждах он давлел над нами на лекциях и семинарах, рвал традиционно рекомендуемые классические книги в клочья, собственными руками в перчатках, призывая нас читать вместо них работы не менее великие, за авторством Шеридана Ле Фаню, Вернана Ли, Монтегю Ротца Джеймса и Лилит Блейк. Масвелл часто бродил ночью по паркам и дворам университетского городка, словно призрак из книги. У него было очень пухлое лицо, глаза смотрели на нас из-за круглых очков. Он таращился в темноту с неизъяснимым выражением, которое казалось неуловимо тревожным. Далее вы припомните, как эксцентричные теории Масвелла о литературе пользовались краткой, но скверной известностью в 50-х годах. В серии очерков в недолго просуществовавшем американском фантастическом журнале «Некрофилл» он отстаивал мистические истории. Это было в то самое время, когда другие ученые и критики в отвращении отвернулись от всего жанра после присыщения неграмотным чтивом в таких бульварных журналах, как, например, «Паранормальные рассказы». Масвелл утверждал, что антропоцентрическая проблематика реализма тормозит возможности гораздо более глубокого исследования бесконечности. Созерцание бесконечного, как он утверждал, было тем даром, что отделил человека от животного. А реализм, по его мнению, был литературой скучной и обыденной. По его утверждению, именно поиск скрытых тайн лег в основу литературы великой. Масвелл также считал, что литературное творчество в своей высшей форме должно разгадать тайны жизни и смерти. Последний концепт он никогда не пояснял, но намекал, что его достижения предполагают и некоторые фактические изменения в структуре самой реальности. Пожалуй, было неизбежным то, что подобные убеждения привели его к увольнению из Оксфорта и репутации глупого мистика в академических кругах. После тихого изгнания из Оксфорта Масвелл удалился к высотам Хайгейт. И здесь, в этом лондонском предместе, где вел последний бой с опийной наркоманией Сэмюэл Тейлор Колеридж, Масвелл продолжил свой литературный крестовый поход. Серия фотографий, напечатанная в четвертом номере Некрофила, демонстрировала толстенького Масвелла, который бродил по зеленым улочкам Хайгейта, одетым в черный костюм-тройку, с сигаретой, зажатой между губ и в очках. Рука в перчатке сжимает книгу «История о привидениях» за авторством Лилит Блейк, которой он восхищался. Эта викторианская писательница, пожалуй, наиболее известна своим сборником рассказов «Воссоединения» и другие истории. Тогда, как и сейчас, весьма редкая эта книга была напечатана тиражом всего в сто экземпляров. Среди знатоков она приобрела легендарный статус. Масвелл был, несомненно, величайшим авторитетом среди изучающих жизнь и творчество Лилит. Он один обладал тем немногим, что осталось от нее, включая корреспонденцию, а также дневники, фотографии и другие личные вещи. Переезд Масвелла в Хайгейт, пожалуй, более всего был обусловлен тем фактом, что Блейк прожила в этой деревне все 22 года своей недолгой жизни. Ее останки были погребены на старом западном кладбище в Суэн-Лейн. Я впервые встретил Альфреда Масвелла после того, как написал ему письмо с просьбой предоставить некоторую информацию о Лилит Блейк для статьи, которую я планировал посвятить писателям-мистикам конца XIX и начала XX веков. После переписки он предложил встретиться днем в читальном зале Хайгейтского литературного и научного института. Оттуда он хотел проводить меня до своей комнаты, спрятанной в лабиринте узких кирпичных проходов за Понд-Сквер, которую, судя по всему, было трудно найти без посторонней помощи. В холодный ясный зимний полдень я вышел на станции метро Хайгейт и направился по Саут-Вут-Алейн к поселку. Снег выпал накануне вечером, и улица была почти безлюдной. Тишину нарушал лишь звук моих шагов и скрип снега в хрупкой тишине. Когда я добрался до Хайгейт, я на некоторое время остановился, чтобы осмотреть окружающий пейзаж. Дома эпохи короля Георга были облачены в белое и сверкали в морозном свете солнца. Резкий ветер дул холодными порывами, пел в дымоходах и между провисшими крышами. Один или два местных жителя, одетые в бушлаты и глухо укутанные, прошли мимо, настороженно поглядывая на меня. Я подошел к одному из этих пешеходов, и он направил меня в сторону института. Это было побеленное двухэтажное строение, выходящее на площадь на углу Суэн-Лейн. Сквозь окна первых этажей я увидел зарево отгоревшего внутри камина и толстенького мужчину, читающего в кресле. Это был Альфред Масвелл. Стряхнув снег с одежды, я вошел внутрь и представился. Он выбрался из кресла, выпрямился, как ракотшельник, сбросивший оболочку, и выбросил вперед руку в перчатки, чтобы обменяться рукопожатиями. Он был одет в свой обычный черный костюм, сигарета свисала с нижней губы. Его глаза напряженно уставились на меня из-за круглых очков. Волосы его поредели и побелели, если сравнивать с фотографиями в некрофиле. Лысина на макушке придавала ему несколько монашеский облик. Я повесил пальто с капюшоном и шарф на вешалку и сел в кресло перед Масвеллом. — Нас никто не побеспокоит в течение, по крайней мере, еще нескольких минут, — сказал он. — Остальные члены научного сообщества в библиотеке слушают какую-то лекцию об этом шарлатане Джеймсе Джойсе. Я кивнул как бы в согласии, но мое внимание было устремлено на кожаные перчатки Масвелла. Казалось, он их носил всегда. Подобная пара перчаток была и на фотографиях в некрофиле. Я заметил, что черная кожа скрывала явную худобу руку и длинные пальцы. Его правая кисть постоянно беспокойно двигалась с зажатой сигаретой, в то время как пальцы левой все время сжимались и разжимались. Выглядело это так, будто ему было некомфортно ощущать эти части собственного тела. — Мне очень приятно говорить с человеком, который предан историям Лилит Блейк, — сказал он странным, напряженным голосом. — О, я бы не назвал себя слишком преданным. Ее работа поражает, конечно, но я лично предпочитаю Блэквуда и Мэйчена. Блейк, как мне кажется, не хватает баланса. Ее мир — один из самых беспросветных, полный лишь мраком и тленом. Масвелл фыргнул в ответ на это замечание. Он выдохнул большой клуб сигарного дыма в мою сторону и сказал. — Беспросветный мрак и тлен скорее она делает отчаяние прекрасным. Я верю в то, что Де Квинси написал однажды. Святость — это могила. Благочестие — это темнота. Чистота — это разложение. Вот слова, которые отлично характеризуют работы Лилит Блейк. А Мэйчен — этот краснолицый старикан со своей запутанной англокатолической дрянью. Этот человек был пьяным клоуном, одержимый грехом. А Блэквуд — пантеистическая гниль, которая относится к каменному веку. Он писал в основном ради денег и написал в итоге слишком много. Нет, нет. Поверьте мне, если вы хотите истинные за гранью видимости, вы должны прийти к Лилит Блейк. Она никогда не идет на компромиссы. Ее рассказы бесконечно больше, чем просто повествование о сверхъестественных явлениях. Его голос достиг пика пронзительности, и все, что я мог сделать в ответ, не корчиться в кресле, зажав уши. Затем он, казалось, взял себя в руки и провел платком по лбу. «Вы должны извинить меня. Я позволил из-за убеждений отбросить манеры. Теперь я так редко принимаю участие в дискуссиях, что перевозбудился». Он взял себя в руки, успокоился и снова хотел что-то сказать, когда открылась боковая дверь и группа людей ворвалась в комнату. Они обсуждали лекцию о Джойсе, которая, судя по всему, только что закончилась. Масвелл поднялся на ноги и надел шляпу и пальто. Я последовал за ним. Снаружи, оказавшись на холодном полуденном воздухе, он оглянулся через плечо и скривил лицо в гримась отвращения. «Как я ненавижу этих дураков!» — произнес он. Мы побрели через снег по площади и нырнули в лабиринт переулков. Высокие здания с пыльными окнами давили на нас с обеих сторон, и после множества поворотов мы добрались до дома, в котором находилось жилище Масвелла. Он квартировал в подвале, и мы спустились по ступеням, оставив дневной свет позади. Ученый открыл переднюю дверь, и я последовал за ним внутрь. Масвелл нажал на выключатель, и единственная лампочка, подвешенная к потолку и висящая почти посередине между ним и голым полом осветило скудное убранство комнаты. Вдоль каждой из стен стояли длинные шкафы, набитые толстыми томами. В одном углу стояло кресло и пуф вместе с небольшим круглым столом, на котором опасно кренилась стопка книг. Ненадежная на вид переносная газовая печь стояла в противоположном углу. Масвелл принес из соседней комнаты еще один стул, обитый грубой тканью, и предложил мне сесть. Сразу после этого он притащил оттуда же большой сундук. Тот был очень старым, с монограммой ЛБ на боку. Масвелл театральным жестом отпер сундук, а потом сел, закурив еще одну сигарету и сфокусировав взгляд на моем лице. Я взял блокнот из кармана и начал просматривать рукописи, доставая их из сундука. Там были довольно странные и не до конца понятные записи, но это было именно то, что требовалось для статьи. Там были целые залежи подобных богатств, которые мне просто необходимо было изучить. Масвелл, между тем, сделал меланхоличное замечание, важность которого, к слову сказать, я оценил лишь намного позже. «Одиночество», — сказал он, — «может привести человека в ментальные области чрезвычайной степени странности». Я рассеянно кивнул. В тот момент я как раз обнаружил небольшую коробку и открыл ее, после чего мое возбуждение взлетело до небес. Внутри лежал светло-коричневый фотографический портрет Лилит Блейк 1890 года. Это был первый раз, когда я увидел ее, и, должно быть, это фото было сделано как раз перед смертью писательницы. Ее красота поражала. Масвелл наклонился вперед. Теперь он, казалось, следил за моей реакцией с удвоенным интересом. Пышные и сине-черные волосы Лилит Блейк падали кудрями на плечи. Лицо ее было овальной формы с небольшим заостренным подбородком. Глаза, широко расставленные и пронзительные, казалось, смотрели сквозь время, что разделяло нас. Ее шея была длинной и бледной, лоб округлым. Небрежные завитки волос обрамляли виски. Полные губы были слегка приоткрыты, и ее маленькие острые зубы блестели белизной. На шее висела нитка жемчуга, а она сама была одета в черное бархатное платье. Самые нежные, прекрасные белые руки, которые я когда-либо видел, были сложены на груди. Хотя кожа на ее лице и шее казалась алебастрово-белой, руки были еще бледнее. Они были белее чистейшего снега. Выглядело это так, будто дневной свет никогда не прикасался к ним. Длина ее изящных пальцев меня поразила. Я тогда, должно быть, просидел некоторое время в молчаливом созерцании этого чудесного образа. Масвелл в приступе нетерпения в конце концов прервал мою задумчивость самым жестоким и неуместным способом. Он выхватил фотографию меня из рук, поднял ее в воздух, и пока он говорил, голос его визгливо дрожал. «Вот безнадежное отчаяние того, кому не было покоя ночью! Вот та, что пошла добровольно в могилу с черным экстазом в сердце, а не со страхом!» Я мог только сидеть и потрясенно молчать в ответ. По моему мнению, Масвелл был близок к настоящему нервному срыву. Позже он, должно быть, помог мне разобраться в некоторых документах из сундука. Я практически не помню деталей, знаю, что когда я, наконец, покинул его комнату и по снегу выбрался обратно на площадь, то понял, что исследования работ Блэйк будут иметь огромное значение для моей научной карьеры. У Масвела в руках находилось настоящее сокровище — литературное золотая жила, и при правильном использовании она могла бы сделать мне имя. После этого мои дни уже мне не принадлежали. Как я ни старался, не мог выкинуть образ Блэйк из головы. Ее лицо преследовало меня в мыслях, подгоняя в поисках истинного смысла ее работ. Наше с Масвеллом сходство выросло до пугающих размеров, пока я искал способ договориться с ним о том, чтобы получить возможность глубже закопаться в его коллекцию. Сначала он, казалось, не верил в мой растущий интерес, но в итоге удостоверился, что этот энтузиазм подлинный. Тогда он приветствовал меня как единомышленника. По счастливой случайности, мне даже удалось снять комнату в его доме. Итак, в течение этих зимних месяцев я работал с Масвеллом, вчитываясь в письма и перебирая личные вещи Блэйк. Я не могу отрицать, что прикосновения к этим предметам казались почти святотатством. Но когда я читал письма, дневники и записные книжки, я понимал, что Масвелл говорил истинную правду, описывая гений Блэйк как нечто величайшее в области литературы о сверхъестественном. Он постоянно суетился вокруг своей библиотеки, словно паук, взбираясь на стремянку и вытаскивая там асполок, спуская их в полутьму вниз для меня. Он хотел особенно выделить конкретные отрывки текста, которые, как он считал, поспособствуют большему пониманию жизни и творчества Блэйк. Тем временем снаружи частые снегопады заполнили ледяной белизной пустоту между окном его полуподвальной квартиры и тротуаром. Моё исследование продвигалось хорошо. Блокнот наполнялся полезными цитатами и аннотациями, но почему-то я чувствовал, что не способен до конца охватить сущность Лилит. Самые многообещающие аспекты её видения ускользали от моего понимания. Становилось мучительно больно быть так близко к ней и в то же время чувствовать, что её самые прекрасные тайны скрыты от меня в могильной тьме. — Я считаю, — однажды сказал Масвелл, — что психологическая изоляция является сущностью художественной фантастики. Изоляция, которая сталкивается с болезнью, с безумием, с ужасом и смертью. Это отголоски той бесконечности, которая мучает нас. И Блэйк описывает для нас отзвуки именно этого рока. Лишь она одна обличает то, что наша неизбывная слепота приводит к вечному уничтожению. Лишь она одна показывает, как наши души кричат в темноте, и никто не слышит наши вопли. Правда иронично, что именно такой красивой молодой женщине довелось обладать настолько мрачным и пронизанным кошмарами воображением. Масвелл глубоко затянулся сигаретой, и пока он обдумывал собственные слова, его взгляд, казалось, канул в беспредельную пустоту. Иногда, когда Масвелла не было, я забирал коллекцию к себе. Личные письма Блэйк стали для меня священными реликвиями. Её фотография приобрела особое значение, и мне часто не удавалось удержаться от того, чтобы не гладить кончиками пальцев контуры её прекрасного лица. Время шло, и мои исследования творчества Лилит Блэйк начали приносить ещё более увлекательные результаты. Я чувствовал, что теперь готов обеспечить ей посмертное внимание, которого она действительно заслуживала. Если раньше я планировал просто включить ссылки на её работы в пространную статью о сверхъестественной фантастике конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, то теперь понял, она достойна того, чтобы посвятить её наследию целый критический труд. Такова была её литературная ценность, обнаруженная в процессе бесед с Масвеллом. Для меня было очевидно, что этот человек мало понимал истинную важность того, чем владел, и его затворнический образ жизни привёл к тому, что он стал считать всё относящееся к этому мёртвому и красивому созданию своей личной собственностью. Его разум безнадёжно запутался в бездоказательном утверждении, которое он преподносил в связи с важностью некой «работы в тени работы». Он её я расценивал как непонятную мистическую интерпретацию, которую он сформулировал в своём бестолковом стареющем мозгу. Однажды днём он проходил мимо меня, когда я корпел над рекомендованной им книгой и проявил вежливый, но вместе с тем саркастичный интерес к записям, что привело меня в ярость. Я озвучил мнение о том, что Блейк заслуживает гораздо более высокого места в литературном пантеоне. Единственное разумное объяснение провала Лилит в достижении читательского признания было обусловлено, как я обнаружил, почти полным отсутствием интереса критиков-современников к её работам. Я не смог отследить ни дошедших до нас отзывов о воссоединении и других историях в литературных журналах того времени, никаких либо упоминаний о ней в колонках светских новостей. В ответ на это заявление Масвелл просто громко рассмеялся. Держа сигарету между тонкими пальцами в перчатке он пренебрежительно помахал ею в воздухе и сказал, «Мне следовало бы предположить, что вы сочли молчание критиков о её работах, наводящем на размышления, так же, как об этом подумал и я в своё время. Главное, не путайте молчание и равнодушие. Любой имбецил мог сделать такой ошибочный вывод, и действительно, многие в прошлом пришли к этому неверному выводу. Но Лилит Блейк — это вам не граф Стенбек, творчество которого попросту ждало, когда его откроют заново? Её намеренно не упоминали. Её произведения были специально исключены из рассмотрения. Как вы думаете, сколько некоторые личности заплатили просто для того, чтобы убедиться, что памятник на Хагеттском кладбище действительно установлен на её могилу? Но прошу вас, продолжайте. Расскажите мне побольше о вашей статье, и я постараюсь сделать скидку на вашу молодость и наивность». И по мере того, как я продолжал рассказывать о своей теории, я чётко видел, что Масвелл начал ухмыляться самым оскорбительным образом, причём он как будто смеялся надо мной. Краска залила мои щёки, и я встал, резко выпрямив спину в напряжении. Я дошёл до предела и не мог больше терпеть покровительственные отношения этого старого дурака. В ответ Масвелл сделал шаг назад и нарочито, в некой идиотской джентльменской манере, поклонился. Однако, кланяясь, он чуть не потерял равновесие. На мгновение это испугало меня, и он воспользовался этой возможностью, чтобы уйти. Но прежде чем покинуть комнату, он произнёс несколько слов на прощание. — Если бы вы знали то, что я знаю, мой друг. А, возможно, вы скоро обретёте это знание. Вы бы находили подобную литературную критику, ужасно забавной, каково её считаю я. Однако сейчас я очень устал и вынужден откланяться, оставляя вас наедине с работой. Мне казалось очевидным, что Масвелл не подходит на роль правоприемника Лилит Блейк. Более того, его нарочитая театральность и отсутствие благодарности за мои труды указывали на прогрессирующую умственную деградацию. Я должен был каким-то образом ради репутации Блейк отобрать у безумца с расколотым сознанием её имущество. Такая возможность появилась быстрее, чем я смел надеяться. Однажды вечером, в феврале, Масвелл вернулся после одной из своих нечастых встреч, особенно утомлённым. До этого, в течение нескольких недель, я наблюдал, как в его движение вползает мертвенная усталость. Вдобавок к почти постоянному ощущению рассеянности он сильно потерял весе, поэтому его последующее признание не было для меня шоком. «Для меня игра закончена», — сказал он. «Я увядаю. Доктор говорит, что мне немного осталось. Я рад, что момент моего воссоединения с Блейк близится. Ты должен удостовериться, что меня похоронят рядом с ней». Масвелл задумчиво рассматривал меня. Свет от тусклой электрической лампочки отражался в стёклах его очков, скрывая глаза. Он продолжил. «Есть секреты, которые я скрывал от тебя. Но сейчас пришло время их раскрыть. Я узнал, что есть те, кто, будучи мертвым, лежат в гробах, нетронутые разложением. Сила вечного замысла сохраняет их. Они пребывают там, мертвые и спящие. Лилит Блейк — одна из них, и я стану таким же. А ты будешь нашим стражем в этом мире. Ты убедишься, что наши тела не потревожат. Когда мы умрем, нас не должны разбудить от вечного сна. Именно для того, чтобы было кому охранять Лилит и меня, я позволил тебе узнать мои тайные мысли и прикоснуться к её литературному наследию. Всё станет на свои места, когда только ты прочтёшь её последние работы». Он взобрался наверх к тёмному потолку по крутой лестнице и достал металлическую коробку сверха книжного стеллажа. Открыл её и вытащил старую записную книжку, обёрнутую в чёрную сморщенную кожу. Заголовок был написан характерным для Лилит почерком. Я сумел рассмотреть, что рукопись называлась «Белые руки и другие истории». «Эта книга», — сказал он, передавая её мне, — «содержит истории, подводящие итог всему. Они устанавливают истину о том, что я тебе рассказал. Теперь книга должна быть опубликована. Я хочу реабилитироваться после смерти. Эта книга самым шокирующим способом докажет превосходство ужасов над всеми другими жанрами литературы. Как я уже намекал тебе раньше, эти истории не описывают какие-либо сверхъестественные явления, но при этом они сверхъестественны по своей сути. Пойми одно, Блейк была мертва, когда эти истории были задуманы. Она всё ещё спит, поэтому передала образы из своей могилы мне, чтобы я мог записать всё. Когда ты прочтёшь это, ты поймёшь, что я не сумасшедший. Всё прояснится. Ты поймёшь, как на рубеже смерти начинается вечный сон. Он позволяет телу не разлагаться, пока сон продолжается. Я понял, что болезнь Масвелла сильно повлияла на его разум, и чтобы привести его обратно к ощущению реальности, я сказал, — Ты говоришь, что Блейк телепатически продиктовала тебе истории, а ты их записал? Тогда почему почерк её, а не твой? — Масвелл мучительно улыбнулся, помолчал, а потом в первый и последний раз снял перчатки. У него были руки и лилит Блейк, такие же бледные, вытянутой формы. Я узнал их по фотографиям. — Я просил у неё знака, чтобы понять, что я не сумасшедший, — сказал Масвелл. — И получил это. Через четыре недели он умер. В медицинском свидетельстве указали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Я вёл себя осторожно, и так как перед смертью он болел, у властей не было причин подозревать меня в чём-либо. Честно говоря, я и не думал о том, чтобы выполнять какие-либо из желаний Масвелла, поэтому я организовал кремацию его тела. Церемония должна была пройти в Мэрилебан, на кладбище святого Панскраса среди простых маленьких непримечательных могил и памятников. Нет, он не будет покоиться рядом с лилит Блейк на Хайгеттском кладбище. Церемония прошла весьма просто, и кроме меня на ней никто не присутствовал. Увольнение Масвелла из Оксфорда сделало неизбежным охлаждение старых коллег. В его семье все уже умерли, поэтому некому было прийти, чтобы попрощаться. Урна с прахом была захоронена в безымянной могиле, и приглашённый священник безразлично, механически пробормотал слова молитвы. Когда церемония закончилась, у меня появилось некое ощущение завершённости. Масвелл умер навсегда и нашёл забвение, которого, казалось, так сильно хотел избежать. Через несколько дней я впервые посетил склеп Лилит Блейк. Она была похоронена в старой западной секции Хайгеттского кладбища, и я не мог получить туда доступ в одиночку. В те места можно было проникнуть только с официальной экскурсии, и я приобрёл билет. Однако после дополнительно заплатил гиду, чтобы он провёл меня к склепу Блейков. Нам пришлось пробираться по заросшим дорожкам мимо разрушающихся нагробных камней. Склеп располагался рядом с неприступной частью кладбища возле склона горы. И когда мы, наконец, продрались сюда через заросли, где толстые колючие кусты цеплялись за штанины, гид рассказал мне, что до этого был здесь лишь единожды. Он сопровождал другого мужчину, в котором по описанию я опознал Масвелла. Гид упомянул также, что эта часть кладбища интересовала многих гидов, волонтёров и реставраторов, которые работали здесь. Хотя дикая природа ярко проявляла себя в других частях кладбища, здесь она подозрительно отсутствовала. Казалось, даже птицы избегают этого места. Я отчётливо помню, что солнце только что село, и мы достигли могилы в сумерках. Деревья вокруг только добавляли темноты. Затем я увидел сводчатую крышу с плющом, и гид сказал мне, что мы на месте. Когда мы подошли, и сооружение стало видно полностью, я ощутил нарастающее предвкушение. Кое-где кладка разрушилась, но в целом это был всё ещё впечатляющий пример викторианской готической архитектуры. Внешние углы были украшены башенками, и на каждой стороне был портик. Рядом с одним из них, практически полностью уничтоженный временем и запустением, лежал надгробный камень с надписью «Лилит Блейк, 25 декабря 1874-го, 1 ноября 1896-го». «Темнеет», — прошептал гид. «Надо возвращаться». Я рассмотрел его лицо в темноте. Оно было обеспокоенным. Слова гида нарушили ту странную тишину, которая окутывала это место со всех сторон. Я рассеянно кивнул, но направился ко входу в склеп и ржавым решётчатым воротам, которые заграждали лестницу, ведущую гробу. Заглянув через ворота, я сумел разглядеть лестничный пролёт, покрытый лишайником, но темнота не позволяла увидеть то, что таилось ниже. Теперь уже гид стоял рядом со мной и тянул за рука в пиджака. «Пойдёмте, пойдёмте!» — он почти стонал. «У меня могут быть проблемы из-за вас!» Там внизу что-то было. У меня появилось тревожное ощущение, что меня, в свою очередь, пристально рассматривали изнутри той вечной темноты. Словно что-то пыталось общаться со мной. В голове начали формироваться видения, вспышки искажённых сцен с участием трупов, которые не разлагались, снов, которые могли видеть лишь те, кто не был больше человеком. Затем гид схватил меня за руку и начал силой оттягивать в сторону. Я шёл, спотыкаясь, будто в трансе, но галлюцинация, казалось, тускнела по мере того, как мы отдалялись от могилы. Когда мы подошли к главным воротам, ко мне вернулась способность ясно мыслить. После этого гид наотрез отказывался снова вести меня к склепу, и попытки убедить его коллег были встречены тем же. В конце концов, мне вовсе запретили посещать общественные экскурсии по кладбищу. Позже я узнал, что моя связь с Масвеллом была открыта, и что в прошлом он принёс немало проблем руководству кладбища своим требованиям доступа к могиле Лилит без присутствия посторонних. Однажды с его стороны даже была попытка несанкционированного проникновения. Как говорилось выше, Масвелл сделал меня своим правоприемником, поэтому его коллекция рукописей Лилит Блейк досталась мне. Я также получил доступ к его комнатам, поэтому я снова вернулся к изучению текстов, надеясь подобраться к разгадке головоломки, которая взяла под контроль мою жизнь. Мне ещё нужно было прочесть «Белые руки» и другие истории, и я всё откладывал этот момент, хотя Масвелл настаивал, что книга всё объяснит. Я всё ещё придерживался мнения, что его мистическое объяснение было ложным, и мысль о том, что эта книга может поддержать его теорию, была мне противна. И отчаянно хотел верить в то, что Масвелл написал книгу сам, а не стал проводником для идей Блейк. И ещё, даже если не принимать во внимание его странные кисти, столь похожие на руки Блейк, даже если бы я предположил, что это было причинённое себе увечье вследствие долгого умственного недуга, не говоря о том, что возраст книги явно был сравнительно молодым, всё ещё оставалось то самое ощущение, которое я испытывал возле склепа, и оно расшатывало мою уверенность. Поэтому я обратился к «Белым рукам» и другим историям в надежде, что они определят всё раз и навсегда. Я всего лишь пытался прочитать рассказ, в честь которого была названа книга. Положа руку на сердце я признавал, что книга была слишком отвратительна для любого, кроме сумасшедшего, кто решился бы полностью прочесть её. История была словно заклинание. Чем дальше, тем более непонятными и зловещими становились слова. Иногда они были написаны наоборот и при этом казались ещё более бесстыдными. Слова в этой книге вызывали картины бесконечного разрушения. Та небольшая часть, что я прочёл, уже повредила мой рассудок. Меня поглотили мысли о ней, лежащей в гробу, спящей и ждущей, чтобы я освободил её. В бессонной ночь её голос звал в темноте. Когда я спал, то видел странные сны, будто я шёл среди бледных теней в заросшем и разрушающемся городе мёртвых. Лунный свет казался ненормально ярким, он просачивался в катакомбы, куда меня вела закутанная в саван фигура Лилит Блейк. Казалось, что мир мёртвых всё больше заменяет мой реальный мир. В течение долгих недель я плотно закрывал шторы в библиотеке Масвелла, скрываясь от дневного света, заблудившись в собственных размышлениях. Однако с течением времени мне стало интересно, почему Масвелл настаивал на том, что он во что бы то ни стало должен быть захоронен рядом с Блейк. Мой собственный опыт посещения её склепа был пугающим, а те странные галлюцинации могли ли они быть реальными? Могло ли быть так, что Масвелл действительно предугадал какую-то форму существования после смерти, свидетельство о которой я едва собирал по крохам? Мне нелегко далось подобное умозаключение. Я изучил многие философские трактаты, чтобы вновь и вновь возвращаться к мысли о том, что я, возможно, могу считать толкованием Масвелла верными. Та критическая книга о Блейк, которую я предполагал написать, теряла смысл, путаясь в рамках собственной ограниченной формы. Как бы невероятно это ни звучало, но единственное объяснение, которому я пришёл, звучало так. Само тело Блейк содержало некую сверхъестественную духовную сущность, и лишь непосредственный контакт с ним мог принести окончательное разрешение загадки. Я искал решения за пределами жизни и смерти, но всё же боялся ответа. Сущность, в которой таилось решение мучившей меня загадки, была телом Лилит Блейк. Мне всего лишь нужно было увидеть её лично. В итоге я решил, что могу организовать эксгумацию, чтобы тело доставили сюда, в комнаты Масвелла. Теперь уже мои комнаты. Мне понадобилось несколько недель, чтобы завести необходимые знакомства и достать деньги. Как сложно иногда предпринять что-то, даже казалось бы, такое простое действие. Как утомительно искать убогие притоны, находить необходимых типов, бросать намёки в бесконечных разговорах с подозрительными незнакомцами в грязных пивных. И как корыстен, как продажен наш мир в целом. Казалось, во время бессонных ночи голос Лилит Блейк звал меня из темноты. Когда мне удавалось уснуть, я видел красивые сны. Будто я шёл среди бледных теней в заросшем и разрушающемся городе мёртвых. Лунный свет казался ненормально ярким, он просачивался в катакомбы, куда меня вела закутанная в саван фигура Лилит Блейк. В конце концов, условия были оговорены. Я нанял двоих рабочих и в назначенное время ждал их в своей комнате. Шёл сильный дождь, и пока я нетерпеливо сидел в кресле и курил, представлял, как происходит всё действо. Два балбеса, одетые в дождевики, с ломами и кирками, перелезают через высокий забор, окружающий Суэн Лейн, спотыкаются из-за грозы и зарослей, проходя мимо каменных ангелов и разрушенных памятников, вниз по стоптанным ступеням круглой площадки, глубоко в земле, но открытой покрытому крапинками серо-чёрному небу. Должно быть, мокрые листья засыпали все переходы. Я будто видел, как дождевая вода мчалась по кладбищенскому склону, когда рабочие рычагом открывали дверь в её склеп, а их дождевики трепало ветром. Воспоминания лица Лилит Блейк всплывали передо мной, пока я ждал. Казалось, я видел его в каждом предмете, на который бросал взгляд. Я оставил шторы открытыми и наблюдал за дождём, бьющим в окно надо мной, смотрел на воду, струящуюся по георгианским витражам. Я чувствовал себя изгоем в реальном мире. Пока я ждал, мне показалось, что я видел глаза, уставившиеся на меня из часов на каминной полке. Мне также показалось, что я видел двух огромных и тонконогих белых пауков, ползающих по книгам на стеллажах. Наконец послышались три громких удара в дверь, и я пришёл в себя. Сердце быстро застучало. Я открыл дверь навстречу дождю и в неверном ночном свете увидел двух расхитителей могил. Они неприятно улыбались, мокрые волосы облепили их бледные лица. Я достал пачку денег и запихнул её в карман ближайшему. Они затянули гроб в дом и поставили его в центре комнаты. А потом, наконец, оставили меня наедине с ним. Какое-то время на ковёр с промокшего гроба капала вода, и рядом с ним появились тёмные лужи, которые медленно расширялись, пропитывая блеклый и потёртый ворс. Несмотря на то, что деревянные края гроба были ветхими и изъеденными сырыми пятнами зеленоватой плесени, крышка всё ещё была надёжно прибита ржавыми гвоздями. Я с осторожностью и тщанием готовился к этому моменту, так что все необходимые инструменты лежали в соседней комнате. Однако нечто, внезапное предчувствие беды, заставляло меня бессмысленно медлить. Наконец, с огромным усилием воли, я взялся за гвоздодёры Долото и встал на колени рядом с гробом. Я резко потянул крышку вверх, а затем опустил её, оставив ржавые гвозди торчать над деревом. Потом я вытащил их один за другим. Казалось, что прошла вечность. Вытягивая гвоздь, я медленно ронял его в растущую кучу моих ног. Губы пересохли, и я едва мог держать инструменты в скользких руках. Струи дождя, всё ещё стекавшего по стеклу, отбрасывали дрожащие тени на комнату и крышку гроба. Я поднял её очень медленно. В гробу лежала фигура, покрытая тонкой тканью, которая от времени стала бесцветной. Длинные руки и вытянутые пальцы были сложены поверх груди. Казалось, чёрные волосы Лилит Блейк выросли, пока она спала в склепе, и теперь доставали ей до талии. Её головы не было видно в тени, поэтому я нагнулся ниже, чтобы рассмотреть её. На лице не было и следа увядания. Я видел его ясно, как на фотографии, но теперь в его выражении было нечто ужасное, совсем не похожее на разложение, которого я практически ожидал. Кожа была вздувшейся и белой, она напоминала краску для манекенов. Чувственные губы, которые так притягивали меня на фотографии, теперь казались омерзительными. Они были матовыми и не скрывали маленькие острые жёлтые зубы. Глаза были закрыты, а ресницы казались длиннее, будто тоже выросли. Они напоминали мне лапки пауков. И пока я наблюдал за её лицом, борясь с отвращением, меня вновь посетило то самое ощущение, что и возле склепа. Казалось, что моё сознание смешивается со снами. Два состояния стали одним, у меня возникли видения какого-то дьявольского восторга. Сначала я снова увидел трупы, которые не гнили, словно миллион могил в раз открылись, освещенные фосфорическим сиянием приостановленного увядания. Но увиденное привело к ещё более пугающим кошмарам, которые я смог смутно разглядеть, будто сквозь колеблющийся пар. Ужасы, которые разрушили бы мой разум, если бы я чётко разглядел их. Происходящее напомнило мне. Всё, что мы называем нормальностью, на самом деле обусловлено лишь тем, насколько успешно мы скрываем своё сумасшествие. Затем я пришёл в себя и увидел, что Лилит Блейк проснулась. В то время, как она медленно открывала глаза, заклятие было разрушено, и я взглянул в них с нарастающим ужасом. Они были пустыми и отвратительными. Они больше не принадлежали человеку. Это были глаза существа, которое видело то, что ни один живущий видеть не мог. Её рука поднялась, и длинные пальцы слабо ухватились за мою шею, словно пытаясь поцарапать или, возможно, приласкать меня. Благодаря прикосновению холодных рук, мне удалось призвать достаточно силы воли, чтобы захлопнуть крышку и забить гроб гвоздями, борясь с желанием снова взглянуть на проснувшееся видение. Затем, под убаюкивающий шум дождя, я сжёг гроб и его страшное содержимое на заднем дворе. Когда я смотрел на огонь, мне показалось, что я слышал крики, напоминавшие проклятие на зловещем и непонятном языке, которым были написаны рассказы Лилит. Но вскоре шум прекратился, затерявшись в рокоте пламени. И лишь спустя время я обнаружил, что прикосновение белых пальцев Лилит оставило нестираемые следы на моей шее. После этого несколько месяцев я провёл путешествия по южным странам, купаясь в лучах солнца и наслаждаясь короткими ночами. Но мои мысли постепенно возвращались к белым рукам и другим историям. Я размышлял, возможно ли одержать над ней контроль, прочитать её целиком и использовать, чтобы достичь своей цели. Наконец, соблазн победил. Я убедил себя в том, что уже перенёс все самые тёмные ужасы, что всё это было лишь подготовкой к встрече с книги, какими бы непристойными они ни были. И поэтому, снова вернувшись в Хайгейт, я начал расшифровку и толкование загадочного языка книги, всё больше погружаясь в её тёмные загадки. Конечно, у меня получится контролировать свои сны и побеждать кошмары. Как только у меня получится, я окажусь в раю навсегда. Текст письма, написанного Джоном Харрингтоном во время лечения в психиатрической больнице Моцлей. «Дорогая моя жёнушка Лилит, я не знаю, почему ты мне не пишешь и не навещаешь. Люди, наблюдающие здесь за мной, очень добрые, но они не разрешают использовать зеркала. Я знаю, что у меня на лице что-то ужасное, все боятся смотреть на меня. Они забрали твою книгу. Они говорят, что в ней бред. Но теперь я знаю все секреты. Иногда я смеюсь и не могу остановиться. Но мне нравятся белые руки, которые ночью ползают по моей кровати, словно два паука. Они смеются вместе со мной. Пожалуйста, пиши или приходи. Люблю тебя всем сердцем. Джон. Марк Сэмюэлс. «Белые руки». Рассказ читал Олег Булдаков.